Здравствуйте, друзья! Наш урок на тему еврейского поведения, наш традиционный урок, наш урок, это уже мы пять лет, по-моему, с 2009 года, а сейчас 2014, пятый год уже, скоро начинается, скоро начнется, еще не начался. Наш урок из цикла «Праведность по-еврейски», мы в прошлый раз, неделю назад говорили, давали урок на эту тему, 33-й был урок, сейчас 34-й, называется «Учить Тори других». В прошлый раз как раз был такой урок, если учишь Тору сам, а теперь у нас будет урок «Учить Тору, Тори, обучать Тори других людей». Праведность по-еврейски, без этого праведности нет. написано в книге «Бамидбар», в третьей главе, прямо первый же стих, там говорится о том, вот потомство Аарона и Моше. «В эле толдот Аарон у Моше». Так начинается недельный раздел «Бамидбар», и вообще так начинается целая книга «Бамидбар», четвертая книга, пятикнижие. И вот отсюда мы учим, что есть великая заповедь обучать учеников Тори, даже если они не твои дети, не твои внуки. Это тема нашего сегодняшнего урока. И это очень важно, сейчас мы покажем, почему это важно. Вообще сама заповедь учить, обучать Тори людей, она дана тоже в Хумыше, в Торе, и там написано «И обучи им своих детей, и обучи словам Тори». Так мы произносим в Шма, в первой части Шма. И мы в Шанта Леванеха, Леванеха, это называется «бен это сын Леванеха своих детей». Отсюда мы видим, что детей надо обучать Тори. А вот сегодня у нас расширение этого понятия. Вот потомство Аарона и Моше, в эле толдот Аарон и Моше, после чего, так раньше пишет, приводит он мнение мудрецов из трактата Вавилонского Талмуда «Санедрин», «Санедрин» там написано на 19-м листе второй страницы, там так написано, что не указано здесь сыновья Моше. Вот потомство толдот Аарона и Моше, после чего рассказано о сыновьях Аарона, а Моше – ни слова, хотя у него тоже были сыновья, и Ираша приводит эти слова, что говорится только про Аарона, то есть дети Аарона названы потомством Моше. Вот сыновья Аарона и Моше и приведены имена сыновей Аарона, которые являются тоже, получается, сыновьями Моше. Почему? Ираша объясняет и приводит трактат о «Санедрин», потому что тот учил их Тори. Отсюда мы видим, что любой, кто обучает Тори и сыновья другого человека, как бы считается их отцом. Мать дает и отец тело, Всевышний дает душу, а учитель делает человека человеком, он его наполняет Торой, мы говорим про евреев. А Ашла Акадош, вот такой великий ученый, он жил здесь в Израиле у нас, Ашла, он добавляет, к словам мудрецов в трактате «Санедрин», которые сказали, потому что любой, кто обучает Тори и сыновья другого человека, как бы считается их отцом. Кэ-ава, а Кэ-ав, как отец. А Ашла Акадош говорит, не говори как будто, ведь он и есть их отец, настоящий отец. Потому что душу, которую дал Всевышний, это я сейчас опередил, сказал, что, да, до Ашла, это Ашла сказал, душу, которую дал Всевышний, формирует именно его учить и счастье в тот, кто учит других детей, и бесплатно учит. Почему? Потому что награда ему будет многократно умноженной с неба, много-много, будет больше, если он учит даже чужих детей. Но тут нужно остановиться на секунду и сказать, а почему подчеркивается, что бесплатно? Потому что Тори, да, так написано, в воде, огне, в пустыне. И во всех этих трех местах мы ее получаем бесплатно. А раз ты получил ее бесплатно, то и другим должен давать бесплатно. Но ведь платим же мы тому учителю, которого нанимаем для того, чтобы он обучал наших детей. Я, например, плачу за Хейдер. Так вот, вот именно об этом сказано. Награда ему будет многократно умножена с неба. Это еще не награда, это чтобы он просто существовал. Почему платим? Получает он зарплату. Считается, что это плата, повторяю, за время, своего рода поддержка жизни. И можно считать, что это дздака из общины, в адресу учителя или раввина. Ну, а что особенно мы тут нашли для себя, почему это еврейское поведение? Может быть, я попозже скажу об этом, а может, сейчас. Мы разговаривали с нашими учениками на одном из уроков. Один человек давно понимал эту тему, и вот хочет разобраться в ней. Я в двух словах скажу, без всякого обсуждения, что хорошие дела делаются разными народами, не только евреями. Не говоришь, что только евреи праведники, а все остальные неправедники – это нельзя. И есть у разных народов рабария. И фото. Есть у разных народов тоже свои кодексы поведения. И у мусульман, и у христиан есть заповеди правильного поведения. И они, в принципе, не отличаются, принципиально не отличаются от еврейских. И я, на самом деле, взял, посмотрел. Именно не заповеди специфические для каждого народа, а именно заповеди поведения, то, что называется мораль. У мусульман, в принципе, такие же, как и у христиан. А христиане тут вообще приходили однажды целая группа, меня с ним знаком, потом уже познакомился, приходили ко мне на мой блог, на сайте Тулдот, и, помню, даже пригласили меня на какое-то обсуждение долго. Я там не задержался, это было 2-3 года назад, 2 года. И там было, по-моему, даже такое удивление. Смотрите, а у них, у евреев-то все как у нас. То есть, в принципе, можно с таким законом достучаться до любого человека. Ну, кроме специфических, например, дзнака и очень много тонкостей. Помогать нужно все помогать друг другу. Ну, уже очень все упорядочено и обговорено до очень тонких деталей на уровне закона. И много таких вещей есть. А в принципе, нужно уважать старших, любить родителей. Ну, это заповедь. А уважать, я не знаю, доверять нужно людям, ведь не хорошее, а не плохое, хорошую сторону и так далее. В принципе, с этим согласятся все люди. Я даже не буду говорить о заповедях, не обманывай, не убивай, не кради. Да нет, по-простому. Будь вежлив с людьми. Помогай им раньше, может быть, даже такая установка, чем не попросят. Ищи, кому помочь. Это у всех людей. Это не только чисто еврейская черта. Чем же мы отличаемся? Многими вещами, ну, главное, вот, например, тем, что наши мудрицы сидели и разрабатывали эти законы, они просто, они находили основание из Тора, они не просто от себя писали, будь хорошим, они писали, что такое хорошее, как хорошее, как на сути Тора. Но, то, что я сейчас хочу сказать, изучение Торы, это есть не что иное, как очень важный пункт еврейского поведения. Почему? Потому что поведение опирается на Тор. Там, может быть, из хороших побуждений, а у французских энциклопедистов это вообще общественный договор. Так удобно, выгодно жить, поэтому так будем себя вести, потому что так принято в обществе отношение между общиной и человеком, или между двумя людьми в одной и той же общине. А вот у нас ничего мы не выводим. То есть, мы можем идти в данном направлении, но направление нам дает Тора. Мы опираемся на Тору, и поэтому нас интересует вопрос, как учить Тору, как ее преподавать, кому ее преподавать, потому что все на этом основано. Ну, такое-то начало я для этого урока сделал. Ну, итак, в стихе говорится об учении Торы. Ты преподаешь Тору. Вот потом с Аарона и Мошиемашов учил детей своего брата, своих племянников, да? Аарона. Детей Аарона. И тут имеется вообще-то обучение Торе детей. Потому что только дети Аарона могут быть названы потомством Моше. Да? Детьми Моше. Но Моше получил Тору для всего народа. И не будь народа, не было бы вручения Торы. Если бы не было кому ее дать, я не говорю, что первично, что вторично, принято считать, что Тора первична всему миру. Но если бы не было народа, не было желающих взять Тору, то Тора бы так потенциально где-то и провисела в духовном пространстве, не обретя реальность на земле. Так не говорят. Слагательное наклонение здесь не годится. Мы знаем, что все нашло друг друга. Но это факт, что до того он Тору и получил, чтобы обучать Торе евреев. Вот сам смысл и функция Моше. Он появился для этого. Но евреи ведь не названы его детьми. А названы детьми кто? Дети Аарона. Следовательно, из того, что дети Аарона названы детьми Моше, получаем, что обучать Торе детей – это особая заповедь. Не просто всех людей, а именно детей. Вот так написал Маараль в книге, в своих комментариях, в Гур-Арье. Комментарии на Тору. Комментарии на комментарии Раши на Тору. Что именно Торе нужно обучать всех, как Моше. Но здесь, в этом стихе, особенная вещь. Поэтому я с вами разговариваю, как с людьми, которых или есть дети, или будут дети, или есть внуки. Вот сегодняшний наш урок на тему, что нужно их учить Торе. И остальные дети, и наших еврейских соседей, и друзей, и так далее, надо обучать Торе. И это отличающая заповедь. Не только нужно быть вежливым с мамой, скажи, а кто скажет спасибо, то да, да, когда дают ребенку. Нет, этого мало. Надо, чтобы ребенок еще учил Тору. Надо, чтобы ты нашел ему учитель. Раби Сахальханан Спектр. Главный судья Горда Ковна. Он так пишет в предисловии к своей книге. Эйн Эйн Эсхак. Называется книга. И он приводит слова мудрецов из сборника, который называется Тана Дваилиау. Там так сказано. А потом он сделает вывод, свой собственный вывод. Написано у пророка Ишияу, 57 глава, 6 стих. Там так написано. Но там очень интересная вещь. Когда я привожу в мой корот, источники, кто-нибудь потом проверяет меня, так хотелось бы взять, представить, там вокруг много же интересного. Например, в этом месте, 56 главе Ишияу, пророка Исаия, там написано, что вообще-то я не того поста хочу от тебя, когда ты приносишь там баранину, говядину и так далее. Мне не этот пост нужен. Мне нужен пост как служение Всевышнему. Там написано так, прям формально. Не тот пост хочет от тебя Всевышний, а тот, чтобы ты разделил с голодным свой хлеб. Совершенно удивительные вещи. Вот посмотрите, мы как читаем, глаз замыленный, вот можно остановиться. Это что это за пост хочет Всевышний? Всевышний от меня хочет такой пост, который называется, чтобы я разделил свой хлеб с тем, кто голоден. Это разве пост? Наоборот, он придет, когда я покушусь, я говорю, сегодня девятая, а вы, нет, сегодня, сегодня у нас Йом-Кипур. Нельзя кушать, нельзя. Он говорит, да я вот не знал, что Йом-Кипур. Вчера-то я не поел, два дня я уже не голодный, пришел из пустыни. Я говорю, ни за что, умираю, да еще и подойду, еще и выру у него изо рта. Вот не этот пост хочет Всевышний от меня. Я не хочу сказать, что нужно взять, ему и дать. Если он умирает, нужно дать, что там говорить. Здесь написано о том, что вы, какой пост? Пост смирения души. Это драж. Это, я сейчас скажу, пшат. Пшат очень простой. Пост, чтоб ты не кушал. Чуть серьезнее. Смирение души, чтоб ты знал, что нужно помогать другим людям. Вот какой пост. Пост твоего отношения к Всевышнему, к людям. Так вот, чтобы ты разрядил с голодом свой хлеб. Так вот, здесь говорится вообще о голоде, не к хлебу, а к торе. Вот о чем сказано в Танадве Ильяву. Почему к торе? Потому что в данном случае хлеб это торе. У пророка Амоса, восьмая глава, это в конце пророков. Там мелкие пророки, их много. Один из них Амос. Самый большой, один из самых больших из мелких. У него, вот восьмая глава у него есть. Все к стране, одна, две. Одиннадцатый стих. Вот я тебе посылаю голод на землю. Так там там написано. В одиннадцатом стихе, восьмой главе. Но не голод, когда хочешь хлеба, или когда хочешь, не жажду, когда хочешь воды, а голод, чтобы услышать слова Всевышнего. Это названо «ра», «в голод». Это называется «приходит время, когда люди будут хотеть услышать слова торы». А отсюда следует из слов Тана-2-эляго, что сказано здесь в Ишьяго про голод. Сделай посоль, сделай смирение своей души, учи Тору. Как только мы это увидали, это видно из Тана-2-эляго. Переходим к Амосу, голод на землю посылаю. А отсюда следует, что может заработать тора, и преподавай ее всем желающим. Хороший результат Совершенно неожиданный Оказывается разговор-то идет о чем? О Торе Не о хлебе А о Торе Вот какой голод я тебе дам Будешь хотеть это сделать А раз хотеть будешь То я тебе дам ученых, которые будут тебя учить А поэтому Как за хлеб заплатишь Чтобы кушать Так и за то, что ты изучаешь Тору Тоже заплатишь Сложно, нет? Ну ладно, наверное, сложно Написано в Сефер Хасиди В наше время Запрещено учить Тору Только для себя Не может человек сидеть и учить Тору Запрещается это Но он ее обязан учить И преподавать всему народу Об этом сказано В трактате Перкиавод Если много выучил Торы Знай, что не для себя ты ее учил Потому что ты для этого создан Это не твоя заслуга Что такое для себя? Чтобы сказать Вот я Выполнил свое предназначение И выполнил свою функцию Да нет Это ты должен сделать Как дышать Сделали, чтобы ты существовал таким образом Но для того, чтобы преподавать ее другим Вот Цель твоего создания человека Которого учит Тору Об этом прямо написано Прямым текстом Шульхана Рух Шульхана Рухи И у Рамбама Наших законноучителей Законноучителей Более того Это известно Тот, кто учит ее для себя Я обращаюсь к вам Вот сейчас вы учите для себя Вот вы пришли на этот урок Вы пришли на другой урок Толдот и Шурун Открыли Смотрите на экран Говорящая голова Мая Равоксида Равопентилята Много тут голов И мы что-то преподаем Что вы делаете? Слушайте Записывайте Запоминаете Используете Ну понятно, что используете А дальше что? А ведь еще бы хотелось бы Чтобы это задело вас За что-то там внутри Чтобы вы еще и привели кого-то Или это использовали Сказали это Вы узнали новое О правилах поведения О новом законе Скажите другим евреям Будьте учителями тоже Или приведите их сюда Это потому что Сделать учителя Вот учителей Пантилята Равопентилята Равоксида Это будет действие Запрещается учить Тору для себя Запомнили? Откуда я это взял? Так написал Тур Кто учит ее для себя Забудет и ослабнет Вот учит для себя Так она и уйдет Через год он послушал Ой, как интересно Здорово А я и забыл Это хорошо, что он вспоминает Это хорошо, второй раз пришел Но печально, что он забывает А вот кто учит и преподает У того поднимется Своя учеба Поверьте мне, учителю Только тогда я начинаю учиться Когда я начинаю преподавать С Божьей помощью, понятно Всевышний и помогает В индивидуальной учебе Тому Кто эту учебу Переет другим Тур так пишет Тур это Тоже законноучитель Комментарии на Законы На шульха на руку Отсюда он пишет Отсюда следует Что можно брать деньги За преподавание детям И ему добавляют Комментаторы И тем, кому трудно учиться Самому Детям Когда преподает человек Тур Детям Можно брать За это деньги А чем отличаются дети От взрослых Тем, что они не умеют Учиться сами А, значит Отсюда следует Логично или нет Что тот, кто не умеет Учиться сам Проравнивается с детям Поэтому за урок Для него Можно брать деньги Так написал Тур То есть Боему ученику Которому трудно А Раби Моше Кальян Адмор Он еще Еще интереснее написал Ну и кому трудно-то У нас ведь не только Люди, которым Ну, шесть раз Нужно сказать Чтобы у них Чтобы им стало понятно Не только умственно Не только физически Но и по обстоятельствам Ему трудно учиться Какие обстоятельства Ну, нет привычки Учиться постоянно Или обстоятельства Отвлекают Или нет времени Вообще трудно Работает И вообще У него в голове Работа Ему нужно Сконцентрироваться И он вообще Ну, не умеет Понимать их Хватать слета Ему нужно Очень много Долго сидеть Ему нужно Или еще Один человек Просто еще не понял Что ему нужно Учиться Вот его обстоятельства О, так и можно Преподавать и брать деньги Если кто-то Организовал Эту учебу И дает тебе деньги Кто написал? Раби Мошек Альян Объясняет Тура Тура Кого объяснил? Шульхан Арух и Рамбам Кому трудно Помогать Спросили у Раби Шлома Залмана Ойербаха Зацаль Как вы признаете Раби Шлома Залмана Ойербаха Я так вот и приношу Знаете, что вообще-то В последующие Его называют Рашазу Раби Шлома Залмана Рашазу Так, заодно Спросили у него Ученики Или еще кто-то Неважно Почему мудрецы Такую странную фразу сказали Каждый, кто учит сына Другого еврея Не своего ребенка А другого Считается как бы его отцом Почему как бы отцом Он же не отец его То, что мы сейчас с вами проходили Рашаза дал Такой простецкий ответ Потому что это Очень и очень Трудно Своего легче учить И сын тебя будет слушать А чужой Очень трудно учить И готовиться нужно Это просто Как ежедневная Как нам сказали Пытка Не пытка Это Мастерат Нефиш То есть Человек Много В себе Жертвует собой А именно Заставляет Себя преподавать Он же не учитель Он просто Я не про учителя Говорит Кто учится Сын другого еврея Считается как бы его отцом Есть еще один Терут Сраве Рашаз Дал его Написано в Бамидбар Не в нашем Раздельно Я родил его Что ты мне говоришь Носи его Переживай за него Смотри за ним Следи за ним А потом написано Такую фразу Он говорит Откуда у меня мясо Чтобы дать ему Когда они плачут Дай нам мясо И накорми нас Хорошая фраза Откуда у меня мясо У меня нет Пустые Начинается так Разве я был беременным Этим народом Я был беремен Откуда у меня мясо Отсюда вообще странная вещь Разве роженец Кормит ребенка мясом Тот-то беременный После родов Кормит его Мясом И Рашаз отвечает Если это твой ребенок Пасаешься достать ему Все что ему нужно Даже мясо в пустыне Там его не бывает Деваться тебе некуда Жертвуй собой Но достань В общем где написано Что посмотрели за своими детьми Есть кибут АВМ Пожалуйста Уважение отца и матери Почитание отца и матери Бояться их Пожалуйста Где написано Люби своего ребенка А сейчас мы пришли К очень интересному результату Хочешь или не хочешь Вообще это естественно Это в природе человека У всех народов мира Все сделал из своего ребенка Так здесь просто это замоведь Так сказал Моше И мы это отсюда видим Это само по себе понимается Хочешь или не хочешь А ты его будешь кормить Если мы сейчас спросим А по закону Сколько нужно кормить А вот он не хочет Кормить своего ребенка Вот такой человек На всю историю еврейства Один достался Есть такой тоже закон Хочешь ты или не хочешь Обязан его кормить В достаточном Размере Уж первые три года Уж первые три года точно Дальше его общину возьмет на себя Понятно что большинство людей Кормит и до тринадцати лет И до двадцати И уже он старенький А свои деньги платит Плачет мошканты Это понятно Брехессет Который обстрелился Потом его перевели в Байтваган Там тоже было очень опасно И никто вообще не знал Рухнет здесь все или не рухнет Никто этого не знал Что будет Вы знаете жить в состоянии войны Или в ожидании войны Или в состоянии войны Когда вообще-то убивают людей В твоем городе Сейчас такого нету А в Ярусалиме такое было Бывает такое И он преподавал своим ученикам. Вторая история про раби Ровена Каца. Вот такой очень высокого уровня учитель, талмудист. После военной Петактиква, он был один из самых таких взрослых, старых, очень уважаемых раввинов. Он был даян Рош-Бет-Дин, глава даянского районского совета. И он там его сделал. Во-первых, он совет этот сделал после военной. Он сам его собрал. И он стал искать, кого-то пригласить. Там уже было несколько рабоним, раввинов. Но в городе еще очень много сифарского населения. И им нужен еще и сифарский раввин, сифарский даян, судья. Не потому, что ашкеназские не справятся. А в то время большинство из Европы приехали ашкеназские даяны, раввины, зешив. А потому, что просто авторитет у них будет к человеку из своей среды. А сифарских даянов, слава Богу, много. Так или иначе, он обратился в Иерусалиме по совету крупнейших раввинов к одному из крупнейших учителей этого времени, раби Иуда Цатка. Он преподавал в Порат Иосеф. Он не занимал даянского поста, но он мог. Он был один из крупнейших раввинов. И он ему предложил переехать по тактику. Называл определенную плату. Тот жил очень бедно. После военные годы. Тот отказался. Сказал, что вообще-то здесь у меня ученики. Я не могу все это бросить. У него были ученики в Иешиве и в Кололе. Он вообще все время занимался преподаванием. Ну, Равказ, тоже посоветовавшись с раввинами, предложил ему зарплату повышенную, чтобы только он приехал по тактику. Потому что он переживал за свой раввинский суд. А по тактику крупный город. Рядом Тель-Авив. Вообще-то, весь Тель-Авив-то ходил этот рабанут. И он положил ему зарплату. Рона в пять раз. Пехамеш. Больше, чем тот получал у себя в Иерусалиме. И тот получил ответ. И тот же получил ответ моментально. Что он все равно отказывается. Если можно, я думаю, можно было бы впадеть через Хазон и Иши, через раввинов, езжай и все. Я сказал, вот можно, я все-таки здесь останусь. Почему? Потому что живу я для своих учеников. Я родился для этого. Без них зачем мне нужны деньги? Что мне с ними делать? Так они подходили к ученикам. Вот таких учеников нам и нужно. Но мы, повторяю, эта тема важная для нас. Почему? Потому что мы живем не в вакууме. Мы не сферические кони безвоздушного пространства, в идеальном пространстве. А мы люди. Евреи, которые соблюдают Тору. И учить Тору – это заповедь. И хотим мы или не хотим, это частная часть мусара. Нам ее нужно учить. Нам ее нужно преподавать. Нам нужно организовать преподавание своим детям, своим знакомым, своим друзьям и так далее. Это величайшая заповедь. Сейчас я расскажу несколько вещей, которые кое-что в чем-то я, может быть, повторю. Потому что эта тема была у нас, освещалась… Вот, по-моему, четыре года у нас был такой урок на эту тему. Сейчас я по-новому показываю эту тему. Но возьму несколько вещей оттуда. Просто в двух словах. Равшах. Он объявил у себя собрание равинов в своем доме. И в это время, это был, по-моему, холямуэт, не то пасхальный, не то суккотный. Приехали из-за границы. И там была очень важная тема. И в этот день окружающие Равшаха люди, его секретариат, постановили, что вот в этот день он не принимает никого из посетителей. И вдруг пришел отец с ребенком. 14 лет ему было. Значит, он же после борьбы. Сказал, что ему нужна только браха. Больше ничего не нужно. Займет просто несколько минут. Но его пропустили. И он просидел у Равшаха полтора часа. Равины сидели в комнате, ждали его. Полтора часа он разбирался с этим мальчиком. Когда вышли, они сказали этому человеку, вообще-то ты зашел тут вообще на несколько минут. Оказалось, что это неправда. Он оправдывался. Вообще-то я на самом деле планировал несколько минут. Браху мне нужно получить. Но Равин нас сам задержал. Дело было так. Отец привел сына, чтобы он дал ему браху на учебу. С учебой у него шло не очень хорошо. Туго шла. Учеба в Еши. Ешиак-то она. Равшак спросил, а понимает ли он урок, который объясняет ему учитель? Какой ты Еши учишься? А что вы изучаете? Он понимает, что это урок. Ребенок ответил, ну, не очень он понимает. А в чем дело? Я с тобой разговариваю. Я вижу потом в ответ, он очень умный мальчик. Нормальная реакция. Так он говорит, отцу, что случилось-то? Почему ты не очень понимаешь гемару, талмуд? А он говорит, ну, учитель сказал, что, наверное, талмуд не для меня. Равшак взял две гемары, два тома, дал ему один том, дал себе, взял, раскрыл. И стал его учить медленно, в том месте, где они учились, с разъяснениями, с вопросами, с ответами. И не один он говорил, а оба они говорили. Так и не проучился полтора часа. В конце Равшак спросил мальчика о прочитанном. Ну, ты все понимаешь? Да. Ну, рассказывай. И тот ему рассказал. И заплакал. А почему ты плачешь? Спросил Равшак. Он сказал, я уже не знал, что это просто. Я думал, это сложно. Никто мне не сказал о том, что это очень просто. Вот когда люди вошли к Равшаку, а тот извинился за задержку. Ну, понятно, что он дал урок раввинам, он старше их всех был. Что так вот и надо поступать. Это в первую очередь. Для этого мы и раввины у еврейского народа. Сказал, что это был вообще пику хнефеш. Человек пропадал. На самом деле, конечно, пришел бы, он дал браху и ушел. И пропал бы для гемарра, он пропал бы, он не стал учить гемарру. Я хочу сказать, что страшное произошло. Но многие не учат гемарру. А вдруг страшное произошло? А вдруг мы потеряли бы большого учителя? Кто знает или же? Ну, не потеряли бы большого учителя. Но из-за того, что он сейчас знает гемарру, он может быть своему сыну, совсем по-другому устроил всю жизнь сыну своему. А этот сын стал Машехом. Кто знает, как устроена связь Торы с еврейским народом? Поэтому это был пику хнефеш. А что такое пику хнефеш? Это когда что? Смертельная опасность. И это случай, когда смертельная опасность отодвигает все остальные дела, даже за счет других людей. Вот самый важный момент здесь. Если опасность такая есть. В чем дело? В том, что не понимаешь то, что учишь в гемарре, разве и есть опасная болезнь? И Тора говорит, да, это опасная болезнь. Одна из самых больших болезней. Почему? Человек не будет ее соблюдать, не будет ее учить, не будет соблюдать. И отойдет от Торы, отодвинется от своего Всевышнего. Ну и пропал. А вместе с ним мы. Мы, еврейский народ. Вывод. Человек должен понимать гемарру, которую он учит. Должен понимать, обязан. Без этого нет учебы. Значит, учитель должен делать все, чтобы ученики ее понимали. Отец должен делать все, чтобы его сын понимал учителя. Что угодно пускай делает. Вплоть до поменять учителя. Садись сам учись. Что угодно. Тора дана евреям, чтобы они ее учили. Учить и не понимать – это отрицание Торы. Слушайте, уроки наши, уроки наши, и не используйте их. Это отрицание Торы, не дай им Бог. История про Хофицхайма. Про то, что он у каждого своего ученика, просто каждого, с кем он когда-нибудь общался, он считал своим сыном. И известно, это вообще из многих книг, из многих историй. Пример рассказан Равином, которого зовут Шалом Розенталь. А он услышал от своей матери. Когда она была маленькая, и жила с своими родителями в Варшаве, к ним однажды постучали в дверь, в квартиру. Это пошел Хофицхайм, который был проездом в Варшаве. Все происходит в Варшаве. Он собрался уехать в Эрс-Исраиле, поэтому поехал в Варшаву устраивать свои документы. Такой был период в его жизни, очень старым был. И вот он пришел к Раву Рапопорту. К Раву Рапопорту отцу девушки, которая потом вышла за Раву Розенталь и стала матерью Шалом Розенталь. Чтобы передать родителям привет от их сына, который учится у него, там, в Литве. Он учился в городе Раден у него. И он зашел специально для того, чтобы что? Сделать перед привет от него. Он просил раба Ед Варшава передать привет моим родителям. Он так согласился. Все удивились. Стоило так далеко добираться, он там уже в одном месте, через город Варшава, это не Раден, это большой город. Через весь город, чтобы передать привет от ученика. И Хофицхайм удивился ответ. Извините, если бы это был мой сын. И он учился бы далеко. И я узнал, что тут проездом, его учитель. Разве я бы не прошел через весь город целый? Целый час шел бы, чтобы узнать, как у него дела, здоровье, как он учится. Вот я пришел к вам, чтобы сообщить, что все у него идет хорошо. Он отлично учится. Не было, не знаю, телефонов, смс-ок, имейлов. Даже скайпа не было, представляете? И поэтому он шел, а его никто не ожидал. Потому что он относился как к своим детям. Вот это непростая вещь. Вот такое учитель там нужно искать. Скажете, а у нас нету. Знаете, что я не знаю. Торе написано. Хочи, желай, чтобы был такой учитель. И добивайся этого, и тогда он у тебя будет. Вы скажете, ну вот, я хочу, хочу, а у него ничего не получается. Ты же собрал вещи и уехал в другой город. Ну, я не могу. У меня тут работа. Я привык. А, привык, значит, вот тебе и ограничение твоего желания. Значит, не очень ты хочешь остаться, а не хочешь, чтобы ты и сам учился. Раби Иуда Кравец, он был духовным руководителем в Ешиве, называется Тифер-Ацви. И в 42-м году, в месяце ААВ, в Ешиве произошла не очень красивая история с учениками. Какая-то история. И он расстроился и сказал, что он не очень уверен, что ему нужны такие ученики. И поехал специально в Нейбрак, чтобы посоветоваться с Хазон Иншим. Вот у меня то-то произошло. Не получая я удовольствия от нескольких таких учеников, вся эта Ешива из-за этих учеников потеряла для меня интерес. И пришел он к нему накануне субботы. Перед субботой. И задал свой вопрос, Хазон Ишиму ответил, чтобы он зашел к нему после окончания субботы, и он ему даст ответ. А в субботу Раби Кравец получил алиюк Тори. Вообще-то он не на своем месте находится. Он в черном городе, в Нейбраке. Он где-то у кого-то остановился и получил алиюк Тори. Как раз на отрывок из Торы, на отрывок Торы из Шма, о котором мы говорили сегодня, в Ишнан Там Ливанеха. «Бычи, зазубри, чтобы они зазубрили». Слово «шин» – зуб своего сына. И тут же он вспомнил с Раши на эти слова. Это про учеников сказано, а не только про сыновей. «Учи своих детей». А Раши написал, не своих детей, а своих учеников тоже. Получил он ответ. Только он получил ответ очень интересно. Не от Хазона Иша, а от Раши. Когда читал, ну не он читал, а чтец читал. Именно тот отрывок, в котором прям дается ответ на его вопрос. И он тут же вспомнил одну историю, которая произошла с другим раввином, который прибыл за советом к Хафецхайму, не Хазону Ишу, Хафецхайму посоветоваться уже в Литве. Согласился ли на приглашение занять пост раввина в одном месте? Там меня приглашают, вот у меня есть плюсы такие-то, доводы такие-то, минусы такие-то. Хойцхайм сказал ему, что приходи ко мне после субботы. А в субботу этот человек получил альюктори, а там было написано «Мэашем яцаадавар». Это случилось по воле Всевышнего. И отсюда он понял, что всё по воле Всевышнего. Не просто запрос пришёл. Не значит, на каждый запрос нужно тут же соглашаться. Но поскольку он прочитал этот пасук, этот стих, то здесь следует ответ, что эта вещь пришла от Всевышнего, и надо соглашаться на должность. Пришёл к Хойцхайм после субботы, и тот подтвердил, такой выход, правильно, само необыть, я ей подсказал. Так решил и Раф Кравец. Раз с Хозанышем такая история была, значит, несомненно, и мне есть. Можно даже к Хозанышеву не ходить. Он получил поддержку со стороны стиха. И надо продолжать учить своих учеников, независимо от их поведения. Мы так скажем, это так просто теоретически сказать. Я же это независимо от поведения моих детей. Хе-хе, занимаюсь этими своими детьми. Даже их не брошу, я не скажу, надоело, поменяю своих детей на других. То же самое не можешь делать учить. И это и есть ответ. Заметьте, обратите внимание. Раури, знаете ли, ты пришёл перед субботой, я тебе дам ответ после субботы. Субботу тебе нужно пережить с этим. Это означает, что у всех народов мира поговорка есть утро, вечер мудреней. А у евреев называется суббота будней, мудреней. Или хотите сказать, исход субботы мудренее, чем начало. Начало дня – это утро. Утро вечера мудреней. Можете объяснить мне эти слова? Очень сложно. А у евреев всё проще. Исход субботы тебя научит больше, чем начало, чем йом-ши-ши. Эра в шамбат. Из этого следует. Если у вас возник вопрос, обратитесь к кровину. И, возможно, суббота вам даст ответ. Суббота улучит нас. Был такой мудренец, звали его Бен-Азай. Про него сказано, что он так любил учиться, что не женился, чтобы не отвлекаться от своей торы. Это написано в тракоте «Евамот». Но неужели он был свободен от заповеди жениться? Есть такая заповедь. Но он занимался преподаванием, он был учителем. А тот, кто обучает других, называется их отцом. Поэтому считалось, что заповедь про урву, как по-русски, «владитесь и размножайтесь», он выполнял. Вот ещё один пример. Итак, есть заповедь учить других. Тори – это какой-то тип заповеди, кстати. «Бен Адам Лихавиро» или «Бен Адам Лимакон». Понимаете, что я сейчас сказал, да? Есть заповеди между людьми. Ну, какая заповедь? Много таких заповедей между людьми. Ну, например, какой-нибудь, можете сказать, «Не обижай людей, люби ближнего к самому себе». Это заповедь между людьми. А есть заповедь моя и Всевышнего. Между… От меня к Всевышнему соблюдают субботний день или праздники. Накладывают филин. Я сегодня накладывал филин. Вы накладывали? Это не касается других людей. Как правило, не могу сказать. Я сейчас могу привести пример, когда я других людей тоже наказываю. Касается. Так вот, обучать других людей Тори. Тор всё-таки от Всевышнего. А люди – они люди. Это заповедь между человеком и человеком, или между Всевышним? Человеком и Всевышним. Раби Йосеф Шалам Ильяшев. Ответил на этот вопрос. Как он ответил на этот вопрос? Очень просто. Написано в таракате Баба Меце. 97-й лист. Первый стих. 97-й. Представляете? Там вообще их больше ста. Много больше ста. Там рассказывается о законе про взятую за работы в долг корову. Мне нужно полис пахать. Раньше пахали на коровах. Идёт к соседу и берёт её в долг. Не платит, потом её вернёт. Так вот, если бы что с ней случилось, он за неё заплатит. То есть, она не от старости умерла, а от перегрева, предположим. Если с ней был взят в долг ещё и его владельец, её владелец этой коровы, то ты за неё ничего не заплатишь. Так написано, если он при ней. Что значит? Ты просил соседа, и он пришёл, и он работает на этой корове, он её ведёт. Сделал тебе несколько кусочек полис пахать. То ты не плачешь. Почему, зачем? Это отдельная история. А что значит при ней? А если он не корову ведёт, а просто в другом месте работает? Ну, работает, работает. Смотри, если он у тебя работает, на тебя работает, то работает, деньги получает. То за корову, которую ты взял бесплатно, ты не отвечаешь, потому что он на тебя работает. Если он перегрелся на солнце. Так вот, если корова умрёт от работы, то взявший её в долг свободен от платы. Имбалаф и Мо, так написано. Если и владелец при ней. И вот Гемара, в Гемаре, Ибамот, в Баумаце, днёмся ему и лист, написано. Идёт спор между учениками и Равой, Рава. Рава, такой спор. Если человек взял в долг корову, а её владелец учитель Торы, и мы его взяли и платим ему за это деньги, считается ли, что он и принять? Если корова умрёт, он может платить за неё? Свободны ученики этого раввина от платы за корову, которая работает на этих учеников? Рав сказал, конечно, нет. Не свободны. Ибо учитель, не учитель работает на учеников, ученики на учителя. У него заповедь. И когда вы учитесь, это вы работаете. Мне дайте работу. А ученики сказали, нет. Ученики, там были ученики, это ученики Равы, это крупнейшие учителя, которые фамилии приведены, имена приведены. Они считали так. Свободны. Ибо учитель как бы работает на них. Его наняли. Он как маляр, как штукатур. Рав Ильяшев объяснил суть этого спора. Ученики считают, что обучать Торе это заповедь между человеком и людьми. Нанимаешь, и он тебе служит. Поэтому учитель работает на учеников. А Рава считает, Рова мы говорим, считает, учить и учиться, это одна заповедь. Как учиться это между человеком и небом, так и заповедь учить других. Это заповедь перед Всевышним. И поэтому Рав сказал, не свободны они. И это не что иное, как заповедь между... Заповедь перед Всевышним. Тяжелый урок был? Не очень. Сидели раввины Израиля, решали вопрос, посылать раввинов в другие общины или нет? Почему они опасались? Здесь вот, в Израиле, прямо в нашем Израиле. Они опасались, что на новой работе масса организационных проблем. Наши ученики учатся в нашем колоре, а там, что только нету, Израиль, балаган полный после войны. И они будут меньше учить Тору. И получится, что они получат меньше награду за изучение Тора. Они вместо изучения Тора будут заниматься организацией. Это не молодежь была, а молодые раввины были. И заседал такая организация есть в Израиле, называется Ваат-Ешевот. Ваат-Ешевот решает такие вопросы. Кто, где, в каких Ешевах командует парадом. То есть, понятно, что от него многое зависит, не все от него зависит. Они, по крайней мере, помогали. Потому что тут вопрос они сами решали. Вот из этой Ешевы посылать учеников на раввинские должности. И там председателем был раби Ихискель Абрамский. Нет, крупнейший учитель той эпохи. Самый, может быть, крупный. Ну, кроме Хазаныша. Это он старше его. И присутствовал там раби Иуда Цатка от Сфарадима. Он единственный Сфарадим был. 50-е годы. И поскольку все были ашкеназием, то все говорили на идиш. Они так привыкли. Они в Европе учились. Они преподавали. Вот идет спор. Раф Цатка не понял ни слова. Вообще ни слова. Первое свидание, может быть, их было всеобщее. И в конце премии Раф Аврамский или Абрамский, написано Аврамский, может, Дагейша нет, предложил им высказать свое мнение. Ну, Раф Цатка, ты что скажешь? Тот сказал. В Талмуде Баба Мацея, 85-й лист, сказано, тот тому, кто обучает Торе чужих детей, приготовлено в Ишиве. И после смерти Алама Абба он будет учиться в Ишиве. И после смерти будет учить Тору. Это высшая награда для него. Он с удовольствием будет учиться. Что это означает? Разве мудрецам нужно такое обещание? Понятно, что он там будет учить Тору? Они и так получат возможность в Алама Абба изучать Тору. Обещано всем, кто исполняет Тору, что там будете учить. Зачем им-то особое нужно говорить? Что тот учит других детей, у них будет в Большой Ишиве, в Высокой Ильина, в Высшей Ишиве будет учиться. Так вот, награда за исполнение заповедей, всем известно, это новые заповеди. Так говорят, да, Тискуля Митцвод. Ты сделал что-то, сейчас тебе наградят другой заповедью. Но это в нашем мире. А что касается грядущего мира, там уже нет исполнения заповедей. То есть, награды за то, что ты сделал там, там не будут заповеди, там уже в чистом виде награды. И поэтому получает человек награду или наказание за то, что он уже сделал на земле. Там нет заповедей учиться. И только заповедь изучения Тора не такова. В том смысле, что в ведущем мире нет такой заповеди, как прочих, но она превращается, эта заповедь, в награду для мудрецов. Это награда. Поэтому эту фразу нужно понимать так. Человек, который посвящает в свое время обучению других детей, чужих детей, не своих, своих это заповедь, а чужих детей, он рискует потерять свое мучение. Правда, он что-то не услышит, время ушло. Человеку, ему нужно сидеть и учиться, а он не может. Когда он учит других людей, он может пропустить урок своего учителя на важную тему, например, пропустит важный урок про Амбаму. И поскольку есть такое опасение, пришли мудрецы в Талмуде и обещали, да не опасайся, что ты пропустишь урок очень важный по Амбаму. Восполнишь все это в высшие уши, будешь слушать этот урок из уст самого Амбама. Не переживай. В Талмуде написано в нескольких местах, что Амураем пропускали свои уроки, чтобы спасти души других евреев. Помните, рабы ходили, собрали деньги, чтобы сделать выкуп, да, плененого еврея. Это великие ученые же были. Они вообще очень часто шли в дороге, получилось то-то. Они в дороге, они занимались заповедем, и они не боялись это сделать. Про Абая. Абай занимался этим, он спасал других евреев. И поэтому надо не бояться о том, что они упустят что-то в Торе, могут приехать в нашу мудрец и сказать, что они все восполнят из уст самого Амбама. Раби Абрамский на эти слова Раби Цадко сказал, пришел мудрец, выпустил все, что мы тут приготовили, сварил свою еду, и это сегодня то, что мы сделали, его слова, и пословили посылать их в Ерешевую. То есть, он перевернул все их представления по этому вопросу и оказался прав. Раби Моше Файнштейн книги Игрот Моше, отличающая книга, пишет, что многие считают, будто, когда учитель учить Торе учеников, он просто передает ему свои знания. Вот я пришел сюда и передал вам свои знания. А что, нет, что ли? Что я еще передаю? Если я что-то не понял, так я вам не передам. А что, понял? Ну, с трудом донести бы до вас. Я же помню, вот я почему посадил здесь напротив моего ближайшего друга Рабарьи. Потому что я так спрашиваю, понятно или непонятно. В одном месте я вдруг понял, что не очень я тут донес до вас что-то. Да, было такое место. Я даже могу к нему вернуться. Вернуться нет, еще часик. Расскажу, он отвечает за всю запись эту. технический контроль войдет, чтобы я рассказывал, тут не два часа, а ровно час. Мне два часа не дают, только час дают. Так вот, вот он считал, что не просто свои знания продает, так сказал Раби, Раби Муше Файнштейн за цель. Нет. Здесь главное является совсем другое. Учитель учит ученика, хорошо, слава, да? Учитель учит ученика жить по Торе. И если это не будет кусок жизни, то и Торы здесь нет. Касается нас с вами. Мы обязаны найти хороших учителей своим детям. И себе, кстати, тоже. Если человек не сделал обрезание, взрослый человек, на нем это обязанность. Когда у него есть отец, а он еще маленький, обязанность на отце, вот мы сейчас с вами в состоянии необрезанных, мы должны учить Тору. Если хотим, чтобы наши дети остались евреями и передали Тору к следующему поколению, нашим правнукам, нашим праправнукам, нашим внукам, во-первых. Некоторые говорят, мы вернулись к Торе, и слава Богу, ура. А учить народ Торе будут наши великие раввины учителя. Я же не учитель, так они говорят, это ошибка. Никто не зовет тебя отдавать урок Торе, но ты обязан найти хороших учителей своим детям. Вот об этом наш урок. Учителя всегда найдутся, для них это великая заповедь учить чужих детей. А вот твоя готовность зависит только от тебя найти этого учителя. Так сказано в Талмуде Сангедрин 91-й лист, мы же говорили, каждый, кто может научить других Торе и не учит, как будто крадет у него наследство его отцов. Кто может научить и не учит, как будто его обокрал того, кого он не учит. Об этом мы говорим утром. Тору заповедал нам Муше наследство общины Израиля. Правильно? Так мы говорим? Хорошо. Он нам дал Тору, это наследство он обязан нам дать. Тору дал наследство, это наше законное правовладение еще со времен шести дней творения. И еще одна история. У меня еще девять, но мне же не дадут девять сказать, а только три. Сабы из Сабодки, дедушка из Сабодки, да, раби Натан Цви Финкель. Если бы он услышал, что мы его назовем Натан Цви, он бы смеялся. Конечно же, Носан Цви, так его звали, ашкенадские, ашкенадское признашение. Во время войны он вернулся из своей Ешивы, к нему Дорога была опасная. Недалеко она от фронта происходила, все это Первая Мировая война или Вторая. Неважно, главное, чтобы он был усталый и голодный. Ой, четыре варианта войны, надо будет узнать, что за война. И к нам вошел, отец у отца сидел ученик. Сидел не учиться, отец вообще преподавал все время, а тут один ученик, не целый класс ученик. Отец заметил сына, здравствуй, беседу, свой урок. Рэпсон заметил, смотри, твой сын вернулся, какая радость, живой, не с войны, а живой в наше время. А отец сказал, а вот это мой ученик, он тоже мой сын. Только после беседы подошел к нему, обнял его, рассловался, стал с ним разговаривать, только после того, как он закончил этот урок. Раби, вот такие учителя нам нужны. Вы сейчас скажете, ну а мы-то есть при чем? А вот и при чем? Ищите. Раби Хельмор Дхай Гордон, он только переехал в Америку и с ним произошел такой случай. Однажды пришли на его урок ученики и застали его сидя, он когда сидел, какого-то подростка сидела, вот это по-моему урок я уже, не урок, это пример, мой любимый пример, уже раз в два рассказывал, с каким-то подростком. И он сидел с большим терпением преподавал ему, тяжелый английский язык у него был, мурашен и хумаш он преподавал, разший. Слышно было громко, медленно, слово за слово, тот мало что понимал. И вот тот просил его повторять каждую фразу. Он скажет несколько слов, тот скажет несколько слов. Так они учились, это слово такое, это означает то-то, так они учились. Так они двигались очень медленно. На следующий день, ну ладно, было, на следующий день то же самое. Приходят они перед уроком, а Раф сидит с тем же, он на чем пришел перед уроком, сидит с тем же молодым человеком, с тем же самым подростком. И так, фрелас много дней, они его не спрашивали. Ну, наверное, кто-то его попросил, мало ли что. Близкий родственник, сын его друзей, почему бы и нет, да, рыбари? Сын друзей, это же достаточно. Оказалось, что все было немножко иначе. А именно, это был мальчик, у которого просто намечалась бармитсва, американская еврейская семья. Фрелас бармитсва, 13 лет. И в доме ничего не соблюдали, но бармитсву хотели справить. Деньги, слава Богу, были собрать всех гостей в синагоге конфетами там на него будут кидаться, кидать. Так или иначе, подарили им они учебник, может, кто-то подарил, учебник по-английски с несколькими молитвами, по-еврейски и по-английски, чтобы он знал, чтобы он провел праздник бармитсвы, чтобы он знал, как говорить эти благословения. Ну, мальчик стал читать благословения, переводы, ничего не понимает. И так ему стало странно, он сказал, ну, ничего страшного, тут у нас синагога есть, зайду я туда и спрашиваю, мальчик очень активный был. Зашел в синагогу, стал спрашивать там людей, начал спрашивать людей, заинтересовался и начал учиться с ними, с одним поучиться, с другим, заинтересовался хумышем, но Тор, текст Тор, он еще какие-то стало, можно понять, а Раша, о чем пишет, даже в переводе трудно понять. Стал совсем ему трудно, бармитсв приближается, никто его не просит на бармитсву знать Раши, самому интересно стало, учится он хорошо в школе обычно. Тут он увидел однажды старого человека, который пришел впервые в эту синагогу, только он зашел, приехал из Европы, наверное, в семье его мальчика говорили на индивиду, потому что он, наверное, как-то не нашли общий язык, он обратился к нему, и тот сразу ему помог, и так они стали заниматься каждый вечер. Это был совершенно незнакомый Раву Гордону ребенок, и со временем он стал, откуда мы все это знаем, с его слов, он стал самым любимым учеником Раву Гордона, крупным американским мировином, получил смеху от его рук, то есть благословение, и стал он равином в какой-то крупной общине, и фамилия его приводилась, в этом рассказе я ее не приводил. Еще одна история, как Рав-Шах, мы начали с Рав-Шаха завершаемый, он рассказал, когда он в молодости был, Рав-Шах приехал где-то из Литвы, здесь он жил в Небраге, Ешиват-Понебеш, а там он жил в Вильно, в городе Виленского Гаона, ну, правда, надо сесть попозже, и он там учился, был молодой, и он пошел в синагогу, и там был, Гниза называется, там место, где сказали старые вещи, старые свитки, старые тексты, так принятые, потом их хоронена земля, а тут осталось все это незахороненным, и он там нашел тетради с записями Виленского Гаона, вот, уникальные вещи, которые он проезжает 200 лет, и он в таком состоянии непростом, видно, что это записи Контурс Гаона, и он их просмотрел, и из этих заповедей следовало, как он готовился к урокам, не редактура его текстов, которые потом пошли в книжки, а тут было написано, как он вел уроки, написано, о чем он будет рассказывать, о чем он будет рассказывать, и отсюда следовало, что он сделал, основал, и вел три урока параллельно, три урока у него было, для самых простых людей, это уроки просто есть в синагоге, не уроки для раввинов, для учеников, а здесь для простых людей в синагоге, урок Мишны, без этого нельзя учиться, урок Гемары, тот, что хоть чуть-чуть освоил Мишну, должен переходить к Гемаре, очень быстро, и урок Эль-Яков, это рассказы Агада из Талмуда, из Гемары, то есть, ее можно быстрее проходить, то есть, очень медленно можно учить Гемару, Талмуд, а то, что рассказано Агадот, они менее сконцентрированы, но более продвинуты, растянуты, их можно рассказывать отдельно, и он вел такой урок, Рав-Шах так сказал, и это человек, который постоянно учил Тору, открытую Тору, закрытую Тору, скрытую Тору, у него не было времени записывать все свои откровения, хедушим, он так много, часто говорил своим ученикам, хедушим, те записывали, и потом оказалось, что он больше их не записывал, они у него были в голове, он просто не успевал все это сделать, за ним записывали то, что он продиктовал, и он спал не больше двух часов в сутки, это известно про него, у него не было времени на семейную жизнь, то есть, он все время был в учебе, в преподавании, каждая была минута Веленского гаона посвящена только Торе, и он обучал простой народ, Торе, мишна, гемарпостецких людей, которые вот, извозчики, продавцы, вангельские рабоники, кто там еще был в Вильнюсе в 18 веке, и готовился к уроку перед ними, для этого у него было время. Вывод, мы должны учить Тору, если можем, мы обязаны учить и преподавать, учить других людей, и если надо, то обращаться за помощью, с требованием, за помощью в учебе к раввинам, если у вас непонятная вещь, звоните, узнавайте, что угодно и организовать раввинскую на высоком уровне учебу своим детям и посылать на учебу своих детей, это обязательно, только тогда мы с вами будем живы, как еврейский народ. Удачи вам, еврейской удачи, всего хорошего, до свидания. Шалам, шалам. Субтитры создавал DimaTorzok,